Просыпайтесь и присоединяйтесь Ресурсов, вот так мы про него узнали и теперь хотим воочию убедиться, насколько это интересно. Ну что, Иван, как всё началось? Почему выбрали именно такой интересный бизнес? Почему не, не знаю, не автопарк создать свой? Почему не делать что-то из глины? Почему вот это? Много лет назад, порядка 20 лет назад записал себе цель, такую жизненно-стратегическую. Хочу заниматься небольшим, но интересным делом, с небольшими капиталовложениями, но очень полезным для людей. И вот так вот, вы, наверное, потом какое-то время забыли про это, да? Да, помню. И потом понял, что всё срослось, всё получилось. Это на уровне, Настя, это на уровне не брать, а отдавать что-то. Ну так можно было и цветы выращивать. Ну да, как вы дошли именно, да? Да, да, вольный пользу. Кто-то вам подсказал, что так можно, или вы сказали, подсказали, пожилые люди подсказали, бабушки, дедушки, натолкнули на эту мысль. Рассказывали воодушевлённо, что как раньше это было, как держали овец, как перерабатывали шерсть, какие валенки, чёсанки делали раньше, какие мастера были, как на совесть работали, умели работать. И потом это куда-то всё исчезло. Было это в нашей области, по-рассказу? Вы знаете, мне сначала, да, это было и в нашей области, в Сибири это везде было. Вот, я хотел сказать, что в Сибири-то вообще-то валенки в каждой семье, они должны быть просто, по определению. Сибирское название валенок, пимы. Вот отсюда название пимокат. Да, пимы, пимы, сибирское название валенок. И потом как-то всё это исчезло, интересно, исторически, почему, да, и как-то это ушло и забросилось. У вас есть какие-то сведения? Ну, в Сибири называли, где перерабатывали шерстью валеную обувь, пимокатни. Пимокатни, Пимокатни, Маслянинская, Пимокатка, Пимокатни. Что же с ними стало, куда они делись-то? Почему вы остались один практически? Один же вы этим занимаетесь сейчас? Конкурентов у вас нет в нашей области. В Новосибирской области кто катает руками? Я знаю ещё сверхтулы Владимира Ивановича Вчеников, наш учитель, очень уважаемый пимокат. Это пимокат из старой гильдии пимокатов, которые на совесть... Вы у него учились? И у него тоже. И за советом постоянно обращаюсь к нему. Катать или валять, как правильно? И так, и так? Катать, валять, и так, и так, правильно. Вы сегодня принимаете учеников? Или сами научились? Сейчас у нас работает детская площадка, ребятишки работают. Серьёзно, дети? Обучаем, да. Это настолько это просто. Взрослые пусть делают валенки для взрослых, а дети пусть себе делают для валенки. 14, 16 и 17 лет. Я помню, у нас круто было во дворе, если у кого-то в основном чёрные были валенки, а вот у кого-то в светлых, это было очень круто. У вас также шерсть светлая, тёмная, это как-то разделяется, да? Какая-то, наверное, дороже. Есть овечки светлые, белые. Ничего не красится, всё натуральное. Ну, чёрные выгорают за лето, конечно, и они становятся шерсть коричневатой. А, коричневатая. А серые, ну, серые пород очень много, но для нашего региона у нас обыкновенные овечки. Обыкновенные. Это обыкновенные полугрубые овечки у нас в Сибири, которые вот в Новосибирской области, в частности. Всё остальное это искусственно выведенные. Но сейчас, насколько я знаю, у нас только Медведский племзавод работает. Между Эскетимом и Черепановым. Вот, ну, та шерсть, к сожалению, не имеет волкоспособности нужные. И нам приходится искать её. Вообще, в нашем регионе, да, вот такие или чёрные овечки, в основном, или белые. Но обыкновенно они такие. Ну, то есть вы завели себе несколько... Сколько у вас? Большое хозяйство. Да, в вашем хозяйстве. Ну, да, 8 лет назад я начал заниматься, изучать всё это, завёл первых овечек. Сколько у вас на сегодняшний день животных? Стада нет? Стада есть. Ничего себе. И вот они, вы придерживаетесь таких простых обычных пород, не искусственно выведены? Наши породы, ну, придерживаясь романовского типа, это единственная порода, у которых матка, овцематка, после ягнения, в течение нескольких дней уже приходит в охоту. Вы знаете, на самом деле и наши сибирские породы, вот это вот, местные овечки, они тоже после охота приходят очень быстро в охоту, чтобы покрываться. И за счёт этого происходит дважды ягнение в году у них. Это очень продуктивная порода. Они хоть и небольшие, их называют обыкновенные овечки, наши, сибирские, вот, но это продуктивная порода. Как-то нужно ухаживать за ними по-особенному, чтобы вот в срок получалось ягнение, чтобы шерсть была нужной структурой или ничего такого, так же, как с обычной домашней скотиной? Настя, полугрубых овечек положено стричь два раза в году. Первый раз весной, конец апреля, начало мая, и второй раз осенью, числа 10 сентября. Вот регулярная стрижка, да, вот в этом секрет? Овечка, во-первых, будет на стриг шерсти больше, процентов на 30, чем раз в год, когда подстригаешь. И опять, к чему? Люди перестали сейчас их вообще подстригать некоторые, а в лучшем случае раз в год стригут. По той причине, что некуда девать шерсть. Некуда девать шерсть. Самая большая проблема в Новосибирской области и в Сибири... Неужели она никому не нужна и даже некому продать ее? В Новосибирской области не работает ни одно шерсти перерабатывающее предприятие, ни одно. Ну да, куда-то вывозить это... Рентабельность овцеводства во все времена была более 70%, 65% шерстью овца давала доходность. Не мясом, шерстью. Сейчас это ушло. Сейчас этого нет. Сейчас, если есть возможность... Ну, давайте по-простому. Если есть возможность халявных кормов или... Украл, можешь держать овец. Можешь даже их не пасти. Они жирнее будут, дороже продаж. Вот. Отличная схема. Давайте прервемся на рекламу, на короткую. И после этого вернемся и договорим. У нас сегодня в гостях, напомню, человек интересной, необычной профессии. Иван Лапин, он пимакат. А вообще бизнес пошел? Сразу или было трудно поначалу? Ребята, это не бизнес, это ремесло. Хорошо, все, ремесло. Когда приходят ко мне молодые парни или взрослые мужчины или инвалиды и просят, Иван, можешь научить? Я откладываю все дела и обучаю неделю, месяц. И потом они с вами работают в команде или они просто приходят для общего развития научиться это делать? Кто как. Но вы же на продажу делаете? Не на продажу, пожалуйста, на реализацию. Реализацию. Моя деятельность четко прописана в законодательстве. Когда приходят с торговых отделов чиновники и говорят, вы торгуете. Мне хочется вызвать милицию просто и сказать, чтобы вымогатели этих забрали. Потому что моя деятельность четко прописана и регламентирована законодательством. Сельхозпродукция, выращенная, переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью и не облагается никакими дополнительными налогами. Мне не положен ни кассовый аппарат при реализации. Дополнительно. Я плачу и так все налоги. У нас работает. Со мной я обучаю. Мы вместе с коллективно, опять законодательство прописано в деятельности, коллективно осваиваем ремесло. Я еще учусь, ребята. Я лет 40-50 покатаю, я бы стану мастером. А пока я к шерсти не могу. Она каждый раз новая. Мне каждый раз надо учиться. Поэтому мы обучаемся, коллективно обучаемся. Но у вас уже такое серьезное, мне кажется, производство, наверное, и специальное оборудование, и все такое. Не производство. Ну, как назвать? Тогда вот это слово «тримесло». Настя, ребята, когда... Серьезный рабочий процесс у вас. Все по-серьезному. Настоящие какие-то инструменты профессиональные, какое-то оборудование специальное. Художественное творчество. Ты не угадаешь никогда, Настя. Хорошо. Смогу ли я дома творить и заниматься подобным делом, если вот я куплю шерсть у вас, например, и дома смогу что-то сделать? Или все-таки это нереально в домашних условиях? Возможно. Учиться. Настя, рекомендую не у нас, у нас куча людей есть. Ну, кого-нибудь. У кого-нибудь. Это будет здоровая цепочка уже изначально. Хорошо. Если вы что-то попробуете сделать. Но реально дома это сделать? Или все-таки нет? Сувенирные, да? Сувенирные. Сувенирные реально. То есть, ну, сходить я в них скорее всего не буду. Брелок, Настя. Слушайте. Брелок? Нет, один из моих учителей в ванной у себя в Бийске, незрячий пимокат был, к сожалению, он подошел 3 года назад, но у него супруга до сих пор катает. В ванной дома? В ванной дома, да. И вот сейчас, не знаю, но тогда они в ванной у себя занимались этим делом. А что для этого нужно дома иметь? Какие-то инструменты, как они выглядят? Желание одно. Желание руки. И все руками? Действительно? Остальные приспособления, все приспособления, все можно сделать. Ну, это... К чем нужно работать? С совестью. С совестью. И с деревом, железом, какие-то же, наверное. И с любовью. С любовью и совестью. Я когда бежал по России несколько регионов, видел в Татарстане и в Чувашии, где сейчас этим ширпотребом рынки полны. И в Новосибирской области есть, и по всей России. Когда один мастер говорит, да я 30 пар валенок за день катаю. А знаете, как катает? Берет мини-электроинструмент самодельный и сбивает шерсть. Не скатывает, а сбивает. Вот вопрос задали. Это сказывается на качестве? Конечно. С виду они красивые. Даже с каблучком могут сделать. А в них до магазина дойдешь и обратно они уже в гармошку превратятся, развалятся. Понимаете? Ну, естественно, ты замерзнешь. Конечно. Эта халтура стоит там под 500 рублей за пару. У меня себестоимость валенок, вот поверьте, что мы делаем больше 2000. Себестоимость только. Если ты на совесть делаешь, что потом руки отваливаются и ночью судорогой сводит. А сколько вы успеваете сделать задний пар? Вот если с любовью и совестью. С задним прокатать одну пару. Одну пару. Прокатать. Заложена уже заготовка, если есть вот эта пара. Плюс ее сделать. Это все индивидуально делается под каждого или какой-то есть стандарт? У нас 5 пара. У вас стоит 36 размера, 5, 37. Редко, редко, что сейчас стоит 5, 36, 5, 37. Обычно все индивидуально под каждого делается. Да. Мы в основном сейчас делаем, знаете, детские валеночки. И как галоши. Вот такие тапочки для дома. Тапочки, лапинки. Их по-разному зовут. Это практически руками все инвалидов делается. У нас большинство это люди с ограниченными физическими возможностями, у которых каждого я обучаю и работают на дому в основном. 38 человек. Если это собрать все в одно место, придет как минимум 7 организаций и скажет, ну-ка, открой-ка, покажи-ка, отчитайся-ка и доложи. И вот те штрафы минимум. То есть вы научили людей, и они теперь каждый по своим местам сидят, да? Настя, в городе заниматься этим нереально. Просто нереально. Я выбрал такую стратегию заниматься. Я обучаю людей, кому это нужно. Это или мама-одиночка, где муж ушел из жизни, и у нее 1, 2, 3 детишек. Или ей надо детьми заниматься, или устраиваться на работу. Но тогда пенсию не будет получать, понимаете? Она сидит, занимается детьми, занимается домом. И валенками. И в свободное время, без обязательств. Она имеет подработку на дому. Здорово. К сожалению, у нас время эфирное подходит к концу. Конечно, можно об этом еще говорить и говорить. И может быть, будет еще повод встретиться, раз уж прям пошла беседа. Иван Лавин был у нас в гостях в Пимакат. Но это еще не все. Напоследок для вас Иван приготовил коротенькую, забавную историю из личного опыта. Из жизни. Давайте. Семь лет назад, найдя очередного мастера через Институт истории и археологии, нашел, поехал в командировку к этому мастеру. Алтайский край, Ельцовский район, село Верхниня. Сосолятин Николай Васильевич. Старый обрядец, киржак он. Полдня молится, полдня работает. Он потомственный Пимакат. Бьет шерсть струной. Выражение отсюда разбить в кухню. Так уже никто не делает, да? В России никто не делает. Это можно в интернете, это не найдете. На старинной фотографии, где типа лука, натянутая тетива и битком, то есть деревянным приспособлением, со всей силы, что есть муча, лупит по струне, шерсть взрывом разлетается по одному волоску. Вот чуть-чуть возьмете маленький пучок, а там 10 тысяч волосинок. И они по одной разлетаются ядерным взрывом и нежно падают. Медленно-медленно, зрелище завораживает. Когда сделаю дом-музей в нижней лицовке, я вас приглашаю. Хорошо. Вот, нашел этого мастера, уговорил, нашел нужные слова, чтобы он меня обучал. С ним разговаривали мы. Он спросил, откуда сам родом. Я говорю, ну, сам с Новосибирска, а мать у меня отсюда, с Мордовии, приехали на Алтай в 32-м году, здесь, через несколько деревень. Мы с ним разговаривали, и выяснилось, что мы с ним, он мне троюродный дед выходит. Вот так вот, практически программа «Жди меня». Понимаете, вообще, бывает же такое. И главное, как точно Гены сыграли, да? Нашел ведь все-таки дело Дедова, хотя никто им уже практически не занимается. И продолжу его. Спасибо большое. Иван Лапин, спасибо. Спасибо. Мы тоже всех благодарим за...